Итак, всем привет! Вы снова на канале SEO Quick. И сегодня мы в нашем аудио подкасте будем обсуждать свеженькое видео, которое я буду комментировать. Оно будет идти без звука. Я буду комментировать и говорить по поводу факторов ранжирования, которые Google считает критично важными. И, конечно же, мы о них поговорим. Собственно, если вы готовы, чтобы ваш сайт ранжировался в поиске, есть 5 рекомендаций, которые Google считает, что вы должны знать. Первая рекомендация – это знает ли Google о вашем сайте. Итак, если мы пойдем посмотрим, как проверить, это сайт двоеточие и ваш доменком. Вбивая это в поиске, вы можете проверить и видно ли, собственно, по этому поисковому императору что-либо в выдаче. Если в выдаче есть сайты, значит Google о вас знает. Если же там нет ничего, значит Google про вас не знает ничего. А из-за чего это происходит, когда тот, кто переходит на ваш сайт, ссылки с другого сайта, но Google о нем еще не обнаружил. То есть, для этих целей, конечно, лучше использовать поисковую консоль Google, в которую вы вбиваете вашу карту сайта и добиваете ваш сайт, добавляете форму собственности и Google сканирует ваши страницы. Также это касается, если вы используете Google мой бизнес. Убедитесь, что на вашем сайте верно указан физический адрес. Также надо правильно прописывать время работы вашего магазина, вашего бизнеса. Также добавляйте эту информацию, добавляйте в эту страничку сайта для того, чтобы это позволило ему ранжироваться. Также очень важно добавлять микроразметку. То есть, микроразметка всевозможные продукты, мы про это говорили в прошлых подкастах, обязательно поможет найти ваш сайт. Также для этого требуется время. Есть и другие способы, которые Google считает наиболее важными. Итак, самый простой это собственно Google мой бизнес. Конечно, Google мой бизнес это бесплатный инструмент, где вы регистрируетесь и добавляете ваш сайт непосредственно сразу на карты. То есть, сразу получаете и Google поиск и Google карты. То есть, просто по ссылочке Google мой бизнес взяли, зашли, зарегистрировали свой ресурс, верифицировали его и получили то, что нужно. Если вы попали непосредственно в поиск, вы должны убедиться в том, что у вас сайт имеет высокое качество контента. Об этом я рассказывал в прошлом подкасте, в прошлом видео подкасте, где я рассказывал как по поводу факторов ранжирования и то, что очень важно, чтобы ресурсы были очень качественные. Итак, собственно, смотрим этот простой урок и, как говорится, нужно смотреть, чтобы нужные страницы появлялись по нужным поисковым запросам. И, собственно, в первую очередь, показываете ли вы нужный продукт, который показывается при поисковых запросах. В первую очередь, вы должны понимать, что если вы показываете по запросу страницу, она должна быть лучше, чем у конкурентов. Во-вторых, вы должны сосредоточиться на том, что делать ваш продукт уникальным. Цена, ассортимент, гарантии, другие либо вещи, которые прописаны, то есть ваш опыт и тому подобное. Поэтому нужно очень важно сосредоточиться на всех элементах, чтобы изначально пользователь проводил как можно больше времени на вашем ресурсе. Также в Google Webmaster изучайте рекомендации. Там очень важно расписаны многие вещи, на которые многие не обращают внимания. И я бы обратил внимание в первую очередь на них, потому что иначе вы рискуете оказаться не в очень удачном положении, потому что ваш сайт будет отступать от конкурентов и вы будете не использовать нужные рекомендации для Google. Собственно, определяйте релевантность страниц. Третье, это, конечно же, мобильная выдача. Удобно ли пользоваться вашим сайтом на различных мобильных устройствах? Это очень важно, потому что мобильная выдача сейчас в первую очередь. Сейчас мобильная выдача должна выводиться и на планшете, и на десктопе, и непосредственно на смартфонах. Поэтому старайтесь, чтобы он грузился как можно быстрее. Для того, чтобы проверить, существует простая утилита в Google, про нее, наверное, все знают. Ссылочку я оставлю у нас в Telegram-канале обязательно, кто до сих пор не знает. Ну и с недавних пор очень важным фактором вжирования является HTTPS. Да, тот самый HTTPS, который обеспечивает конфиденциальность при обмене информации, защита ресурсов от воровства платежных данных. Фактически наличие HTTPS гарантирует того, что у вас попросту не украдут контактные данные и платежные данные. Ну и, собственно, пятый вопрос. Прямым текстом говорит Google, кому бы поручить всю эту работу? Кто это будет делать? У вас попросту может не быть на это времени. Конечно, самый оптимальный вариант это нанять спеца по поисковой оптимизации. Эти специалисты займутся всеми задачами, повысят рейтинг и видимость вашего сайта. Собственно, как надо нанимать такого специалиста? Это вот действительно Google говорит в следующих сериях, мы об этом расскажем. А мы расскажем свое мнение, на что нужно опираться. Не забывайте, что вам нужно сосредоточить все свои усилия непосредственно на том, что ваш специалист должен знать все современные факторы ранжирования. Если он знает все современные факторы ранжирования, это уже жирный плюс того, что он ваш будет специалист. Во-вторых, он должен знать банальные вещи, которые, казалось бы, популярны среди всех SEOшников. Это он должен уметь выполнять сбор семантического ядра, проведение технических аудитов, уметь делать аудит юзабилити, уметь анализировать конкурентов. Ну и, конечно же, уметь грамотно ставить задачи специалистам. Каким специалистам? Вашему программисту, вашему дизайнеру, вашему маркетологу, вашему автору статей, вашему автору написания для коммерческих страниц, описания товаров. SEOшник должен уметь все это делать. Он должен уметь грамотно ставить задачи определенным специалистам, чтобы на сайте появлялась релевантная, конкурентная и полезная информация. Само собой, он должен уметь ставить грамотно задачи программисту, чтобы от них получать выполненные задачи, которые можно было бы проверить. Именно вот эти факторы определяют хорошего SEOшника. Если он умеет грамотно ставить задачи, контролировать их выполнение, также понимать факторы ранжирования, следить за свежими новостями, знать, какие задачи являются приоритетными, какие задачи уже не являются приоритетными и на них сосредотачивать свое внимание. Почему? Потому что бюджеты у клиентов не резиновые. Выполнять определенные задачи нужно, конечно же, в определенном порядке. Некоторые задачи нужно выполнять в первую очередь, некоторые задачи можно выполнять по мере их поступления. Поэтому SEOшник должен уметь грамотно выстроить стратегию с учетом того, что различные специалисты выполняют разные задачи. Помимо SEOшник задач, они могут выполнять и внутренние задачи по поддержанию вашего ресурса, по улучшению продаж, по фактически наполнению сайта коммерческим контентом, который является важным для вас, для вашего бизнеса. И SEOшник не должен им мешать, а только помогать и учитывать их нагрузку. На сегодня все. Мы поговорим о следующих, возможно, продолжении этого ролика в следующих видео подкастах и аудио подкастах. Вы же можете нас также слушать. На нас подкасты, если вы нас до сих пор еще не слушаете, ссылочки на наши подкасты в закрепленном комментарии. Можно слушать на устройствах Apple, приложении подкасты для приложения, для андроида есть удобная ссылочка для скачивания удобных приложений, на которых вы можете слушать наши подкасты. И, конечно же, не забываем подписываться на YouTube канал и до новых встреч.